Случилось то, чего многие из нас так долго ждали. Официально анонсирован ремейк первых рыцарей Старой Республики, в народе Котор. Знаете, однажды я хотел рассказать о списке таком топе игр, да, которым ремейк был бы очень кстати, и Котор был в этом списке на первом месте, и вот мечты сбываются. На самом деле, там вот не было Алана Вейка, который тоже был анонсирован, и выйдет тоже в этом году, и чувствую, все там будет замечательно. Но там точно был Принц Перси, первую часть которого тоже анонсировали на ремейк уже в следующем, кажется, году, и, ну, посмотрим, что будет. Знаете, по-моему, мой список просто куда-то просочился в интернет, и вот по нему теперь просто люди работают. Вообще, мне очень нравится такая тенденция, на самом-то деле, и вот если вдруг кто-то опять украдет вот мои, да, мои анонсы, то, ребят, там еще в списке были гномы, да, гномы, вот сделайте нормальный ремейк гномам, вот как Oxygen Not Include, хотя бы только вот нормально и про гномов. Так ладно, о чем бишь я? В общем, да, я знаю, что мы живем немножко не в то время, когда ремейки популярных игр можно ждать без опаски. С одной стороны, первый Котор – это действительно великолепная игра, это игра эпоха, это величина, к сожалению, уже практически недостижимая за очень-очень редкими исключениями, серьезно, там раз в 10 лет, да, вроде того же третьего Ведьмака эпохального. Там замечательно все, и сюжет, и атмосфера, и персонажи, и событийности, и локации, и музыка, вообще все, без исключения. И ремейк – это действительно то, что даст игре второе дыхание. За 20 лет, а учитывая, что дата выхода намечена как не ранее 2023 года, то и за 22 года, графические технологии скакнули далеко вперед. Например, кто бы как ни отзывался о Jedi Fallen Order, я считаю, что игра получилась очень даже хорошей, и не в последнюю очередь благодаря графике. Поэтому Котор в новой оболочке станет для таких вот угашенных фанатов, как я, коих очень немало настоящей песней. Но вы же не думали, что все будет так просто, да? Что никто в этой песне не испортит великолепный хор своим мерзким хрипом, или что больше похоже на правду не менее мерзким визгом. Вот хорошо Димон Соусом, да? Там сюжет подается настолько завуалированно, что для многих его там почитай и нет. А потому он у ремейка, ремейк. Да кому вообще эти нужны японцы, да, со своим ксо? Пусть дальше свои хентай лепят, правда же? То ли дело пьет Звездные войны. Это ж серьезная франшиза была, да. Взявшись за дело, Дисней так поднатужился, что умудрился убить к этой франшизе все уважение. Ушастая мышь умудрилась просрать вообще все полимеры, какие только нашла, решив, что вместо продумывания внятного сюжета, прописывания внятных персонажей и прочей всей вот этой вот никому не нужной дребедени, можно просто навставлять сильных и независимых в мере сьюшных женщин, пустых снаружи, пустых внутри, создать лоскутное одеяло, сшитое чуть ли не из ситуационных моментов, внахлёст так присобачить друг другу и обозвать это сюжетом, ну и понапихать всяких редгарцев по квотам, чтобы им можно было обмазываться, потому что современная повестка очка, это, видите ли, важнее, чем творчество. Я, конечно, понимаю, что особо упоротым ничего уже не объяснить, но я очень люблю долбить стену лбом, хобби у меня такое, знаете ли, поэтому давайте еще раз. Все эти ЛГБТ, СЖВИ и прочие паразитирующие сообщества имеют прямое влияние на качество игр. Вместо того, чтобы придумать внятный сюжет и вот это все, о чем я уже сказал, они заняты вылизыванием пятой точки повесточникам, которые по совместительству нихрена не являются их конечными пользователями, вот же сюрприз. Вместо того, чтобы стараться оставить след в истории, сделав шедевр, как когда-то Байовер со своим которым тем же, они стараются угодить всем сирым и убогим, получающим нас, как правильно жить и о чем правильно думать. Что-то маловато гомиков в Mass Effect, правда же? Давайте добавим, и пофиг, что над сюжетом люди уже 10 лет смеются, да колик. Ой, в новой сабнафтике мир вдвое меньше, чем в прошлый, и тот же сюжет убог, как ёб твою мать, но зато там сильно независимая чернокожая женщина и ее сестра лесбиянка. Неужели вам что-то еще надо для счастья? Что надо? Это все потому, что вы долбаные гомофобы. Фу, фу. А теперь, братья гомофобы и сестры гомофобки, почему ей-то все, речь ишь про Котор была, правильно, да? Ну так вот, видите ли, в нашу бочку меда попала ложка цианида. Жрать можно, но не рекомендую. Пока, пока что, это только слухи. Слухи, что в работу над сценарием, к ремейку Которо включена SGV-повесточница, которая полностью просвещена и, являясь светочем, ненавидит мужчин. Это ж ведь правильно, верно? Просто почитайте ее твиты. Повторюсь, это лишь слух. Есть утверждение, что она там одна из множеств, и работает только над побочными квестами, и то не всеми. А может, она вообще не причастна ни к чему, но, знаете что? У меня вопрос. А какие есть основания полагать, что вот за всей этой новейшей линейкой звездных войн следят SGV-повесточники и прочие мутанты, и это факт, да просят меня за мой грешный язык недостойный, и казнят семью египетскими казнями согласно инструкции, а вот к очередному дорогостоящему проекту их вдруг не допустят, да? Не запустят они туда свои волосатые подмышку. Уж простите за такие подробности, хотя о чем это я, это же нормально. Сука, каковы шансы? Каковы шансы? И каковы шансы, если на побочке взяли неумную девчину, то таких же неумных созданию любого из двух, двух полов не возьмут и на мейнквест. Вообще, сценарий, который не нуждается в переработке, он не лишил недостатков, как и все в этом бредном тетивом мире, но он гениален и точка. Но, видимо, его теперь нужно переписать под современные тенденции. И это я сейчас не о повестке, уже о новом каноне. Хотя, а в чем, собственно, разница? И на этом моменте, знаете, могу сказать, что хрен его знает, что получится на самом-то деле. Справедливости ради вполне может получиться и нечто великолепное. Может так случиться, что ни одна из этих вот современных тенденций, вот это вот, знаете, да, тут вот всего замечательного, что все это просто не проявится в новом сценарии, что он практически никак не изменится. Возможно, туда внесут какие-то поправки, которые связаны с новым каноном. Но тут уж теперь ничего не попишешь, тут можно только закрыть лицо руками, чтобы не видеть этот стыд. Таковы уж, блин, долбанные реалии этой долбанной жизни. Тут уж не угадаешь. И из-за этого всего я ремейк, который лично жду с беспокойством. Вот ж не думал, что доживу до такого. Ну а если вы меня вдруг спросите, а каковы вообще шансы на то, что ремейк будет именно хорошим? Я вам отвечу, достаточно большие. Да, тут некоторые привыкли, что я прочью подобным играм или их переизданием плохую судьбу, как в случае с Mass Effect. Но в случае с Mass Effect там совершенно другая расстановка фигуры и не было и нет ни одной предпосылки, что ремастер должен был стать хорошим или что четвертая часть будет хорошей. Нет, не будет. То же самое, кстати, и с Катор 3. Вот часть моей такой радости душевной заключается еще и в том, что это не Катор 3, который вроде как тоже уже пытаются разрабатывать. А это именно ремейк старой игры. Что-нибудь так с Катор 3, спросите вы? Ну, все то же самое, о чем я несколько минут назад сказал. В новостях про ремейк сейчас пишут, что новые сценаристы консультируются со старыми и бла-бла-бла. Кого и когда это останавливало от осовременивания? Кстати, я вот прям жду, жду, когда же уже наконец-таки появятся в играх движения BLM. Причем не обязательно именно BLM, возможно, KLM, типа акварианские жизни важны, да? Какие-нибудь там или что-то вроде этого. Вот как был этот вот дебильный мем про пресс-F2P респект. Теперь вот будет то же самое, только будем не честь отдавать, а остановиться на одно колено перед угнетенными. Да-да, и ты, русский Иван в ушанке, за всю жизнь угнетавший лесу его кота, ты тоже будешь. Это я про себя, кстати, сейчас, да. Я угнетаю своего кота. Стыдите меня. Так вот, Котор 3, да. Если он будет в эту эпоху, то действительно становится страшно за него. Но вот за Котор ремейк страха сильно меньше. В лучшем случае, действительно в лучшем, как это ни странно, нас будет ждать возможность чистить дымоход карту Анаси, будучи каноничным мужиковатым Дартом Перефургоном. И, возможно, даже доделают квест с лесбийским романом Джухани, который был недопилен и вырезан из игры. Ну, возможно, появится пара тупых побочных персонажей, ведущих себя как истерички. Главное, чтобы основных вот в это вот не превращали. В целом, изоживи коллектив, конечно, строится на ненависти и презрении к нормальности, но пока вот это стоит не в углове разработки, я все же надеюсь, что ведущие разработчики будут вовремя, как это сказать-то, подситуечиваться, да, чтобы вот возвращать взорвавшегося разработчика в нормальное русло. Я даже более чем уверен, что подобные, когда некоторые разработчики срываются, так сказать, съезжают с катушек, да, что это все бывает нередко в любом коллективе, в принципе, не только у разработчиков. В конце концов, вон тот же Джигит Фаллический Орден, там ничего повесточного не проглядывается моим наметанным на извращение глазом. Спасибо. Там все женские персонажи на своих местах, и они реальные, а не Мэри Сьюшные. Да и сериал Мандалорец, там Мандалор знает лор, насколько мне известно, и не превращает кино в балаган. Так что в какой-то веке я более-менее, более-менее спокойен за Звездные Войны. Но все же это не исключает, повторюсь, беспокойство в принципе. Я уже повидал и Масс Эффект, просранный, и Дэдспейс точно такой же, да, и вот сейчас любуюсь Драгон Эджем, и мне уже страшно. Надоело видеть, как дебилизм и неуемные амбиции губят потенциальные или уже реализованные шедевры. А недавно друг поделился со мной мнением по киберпанку, да, и мне вообще жить расхотелось. Но это уже совсем другая история. Много тем для разговора, если вам, конечно же, интересно. А на сегодня все. Отписывайтесь от канала, ставьте дизлайк, и если друзья спросят, а че ты такой довольный, не говорите, что посмотрели мой ролик. Все, целую всех в лобик. Пшли отсюда. Субтитры сделал DimaTorzok